добрый день инструкция кофемашинки DeLonghi 23.420 вот вот это слева она она в принципе является аналогом кофемашинки 22.110 Magnifico S самая популярная моделька как я считаю у DeLonghi единственное отличается вот таким экраном вынесенным на передний носик с управлением кнопочками и соответственно текстовым экранчиком тоже да где с вами будет все писать и эта моделька еще вот таким panorello интересным отличается которая переключает между взбитым молоком и капучино то есть по сути делает пену разного разной плотности то есть вы хотите или более кремовую пену или с большими пузырьками для разных напитков позволяет это все меня так включение кнопочкой питания появляется надпись нагревания пожалуйста подождите как у всех DeLonghi после нагревания она промоется вот после чего будет готова к работе носик диспенсер регулируется по высоте или под большой стакан или допустим под эспрессо расположение бункера зерна как всегда сверху единственное что здесь сделано на петлях то есть он у вас не потеряется в отличие как может на этой кофемашине регулятор помола то есть чем меньше цифра куда направлен указатель тем меньше мелется зерно и более насыщенное получается единственное если сделать его слишком мелкой кофемашина не сможет продавить это кофе и напишет вам об ошибке ключок для молотого кофе 1 мерная ложка максимум все появилась надпись название кофе его крепости машинка готова к работе стандартные настроечки вот этот регулятор крутилка нам позволяет менять или объем кофе если мы вращаем меняется по кругу объем чашки стандартная чашка это грамм 120 лонг кофе грамм 150 экстра лонг 170 май кофе ручное ручная предустановка эспрессо соответственно маленькая 100 110 миллилитров если мы нажимаем на это колесико меняется крепость то есть количество зерна которое намелит кофемашинка начинается все давайте спрей граунд это молотый кофе потом слабое кофе средний вкус стандартная кофе сильный вкус и экстра сильный вкус если в весе это приблизительно от 6 до 9 грамм то есть минимальный это 6 грамм максимальный 9 по приготовлению кофе давайте установим стандартная кофе объем лонг то есть это грамм 140 миллилитров смысле по кнопочкам одинарная чашка две чашки то есть может два выхода кофе может делать две чашки одновременно если что крепость ним в два раза больше объем кофе будет в раза больше крепость будет на 25 процентов больше но понимать что две чашки будут слабее чем если вы сделаете одну чашку за одной давайте готовить нажмем приготовление а вот наша кофемашинка настроена правильно на минимальный кому вот минимальный кофемашинка его продавливает то есть здесь все хорошо стройки получаются насыщенные пенка высокая то есть кофе варится хорошо полностью передает в кузер ну конечно на максимуме для этой кофемашинки вот он кофе полосочка сигнализирует о том что готовится давайте еще раз посмотрим хорошая классная насыщенная кофе давайте посмотрим как работает носик воды то есть эта ручка воды и сию повернуть подается вода для приготовления пара и взбивания молока клацаем кнопочку нагревается система пишет опять нагревание то есть кофемашина нагревает воду внутри до более высоких температур чтобы получить пар который мы сможем вот так направил его в молоко взбивать это молоко все поворачиваем ручку и вот так взбилось бы молоко все так только молоко взбито достаточно поворачивайте ручку нажимаете кнопочку кофе все машина опять вернулась в режим приготовления так давайте теперь пробежимся по менюшке менюшка эта кнопка п вот первый пункт декальцинация то есть если машина сигнализирует об этом или хотите сделать это вне очереди нажимаете по и соответственно в первом пункте окей и продолжаете там по подсказкам кофемашине второй пункт настройка времени тоже можно поставить чтобы кофемашина показывала время авто выключение то есть кофемашина будет в момент простоя выключаться чтобы экономить энергию автозапуск то есть можно установить по часам в какое время запустить кофемашину установка температуры то сейчас стоит высокая правильно пусть так и будет сохранение энергии то есть если машинка стоит по моему порядка нескольких минут 3-5 она пытается экономить энергию переходит режим сна жесткость воды спустя спустя какое время машинка будет сигнализировать о необходимости декальцинации установка языка в современных модельках может быть модификации какой-то это есть русский язык здесь нет здесь максимально понятный это английский он и стоит есть ли фильтр в бочке воды сбросить фильтра если установили новый сигнал момент общения с кофемашинкой посредственно кнопочек отрабатывает звуковой сигнал сбросить на стандартное значение статистика давайте глянем у этой машинки 11674 ну и заново дескалинг декальцинации так это в принципе все по расположению его . для жмыха просто тянем на себя передний поддончик вот это шайбочки выбрасываем их вот это отходы достаем бачок с водой там находится заварной блок достать его можно только выключенном состоянии поэтому выключаем кофемашинку после чего достанем заварный блок расскажу как его промывать чтоб кофемашинка работала долго вот кофе аппарат выключен теперь достаем опять бачок с водой сверху поддеваем крышечку открываем две кнопочки нажимаем их достаем заварный блок и вот эти остатки кофе желательно каждый день под краном с холодной водой вымывать то есть вымыли кофе аппарат будет работать у вас гораздо лучше ему будет легче то есть не будут эти остатки кофе стирать уплотнение внутри кофемашинку тоже по возможности можно зубной щеточкой или просто кисточкой вы смахивать остатки сухого кофе с внутренностью назад заварный блок вставляем до щелчка он щелкает все все на месте он такая небольшая инструкция об этой кофемашинке хороший кофе аппарат готовит вкусный кофе достаточно надежный могу полностью рекомендовать покупки за свои деньги отличный выбор все спасибо за внимание